История Человечества История знает целые эпохи, которые проходили под знаменем противостояния Христу. Это эпоха просвещения, когда в христианстве видели главный тормоз в развитии науки. Это и новое время, когда европейские мыслители изыскивали любые способы доказать, что Христа вообще никогда не было. И XX век свои первые грозные шаги делал под вдохновением антихристианского цинизма Фридриха Ницше. Революционное лихолетие в России заставило людей четко определиться прежде всего по отношению ко Христу. Либо ты с гонителями, либо ты вместе с гонимыми и мучениками. Вне всякого сомнения, личность Иисуса Христа оставила самый заметный след в истории человечества. Герберт Джордж Уэллс, писатель-фантаст. Основным источником исторических сведений о Христе являются книги Нового Завета. Их авторы доносят до нас взгляд очевидцев, их опыт встречи со Христом, их опыт переживания тайны Христа. Первые четыре из 27 книг Нового Завета называются Евангелие. Само слово Евангелие в переводе с греческого означает «благая весть», «добрая весть о совершенном Христом спасении человека от узгреха и тирании смерти». От того, кто эту весть приносит – Матфей, Марк, Лука или Иоанн – его содержание не меняется. Все четыре автора говорят об одной благой вести – о Иисусе Христе, но каждый из авторов замечает то, что ему ближе. В современной судебной практике, при общем согласии различных свидетельских показаний, признаком достоверности их является наличие незначительных детальных расхождений между ними. И, напротив, текстуальные сходства подразумевают сговор и подлог свидетельства. Сходные в целом, но дополняющие друг друга в деталях, Евангелие даже своими небольшими разночтениями свидетельствует, что в основании их лежит реальное событие. По этому поводу философ Жан-Жак Руссо, которого сложно заподозрить симпатию к христианству, писал, «Можем ли мы сказать, что евангельская история есть изобретение? Такие вещи, мой любезный друг, не изобретаются». История Сократа, подлинности которой никто не сомневается, менее достоверна, чем история Иисуса Христа. Утверждать противное значило бы только отодвинуть в сторону сущность вопроса, но не решить его. Наш разум скорее готов принять, что одно лицо своей жизнью действительно дало содержание евангельской истории, чем допустить, что несколько лиц, сговорившись, сочинили такую историю. Иудейские писатели не в состоянии были изобрести ни такого тонна, ни такой нравственности. Евангелие носит на себе такие высокие, удивительные и неподражаемые следы мудрости, что изобретатель заслуживал бы большего удивления, чем герой. Совершенно очевидно то, что авторы Евангелия были очевидцами описываемых ими событий. Но возникает вполне резонный вопрос, а не искажен ли текст Нового Завета? Ведь прошло более двух тысяч лет. Библию в том виде, в каком мы ее знаем, создавали люди. В середине 19 века Лоренцием Валлой были заложены основы науки, получившие впоследствии наименование «текстология». Новая наука оказалась довольно зубастой, и ей было все равно, что пробовать на зубок – христианские или языческие тексты. Одним из первых тогда был разоблачен текст так называемой «Дарственной Константина Папе Сильвестру». За этим последовали и другие сенсации. Особенности почерка, характерные для тех или иных времен, оказалось возможным определять благодаря египетским мумиям. В эллинистическую эпоху мумии обворачивали не слоями ткани, а листами папируса. Склеенные, покрытые штукатуркой и краской, они составляли картонный футляр. Конечно, на такие цели шли ненужные бумаги, макулатура, то есть что-то записанное для сиюминутных нужд, а не на века, расписки и документы, срок надобности в которых истек. Но именно поэтому значительная часть этих текстов была четко датирована, и когда в XIX столетии эти картонные футляры стали расклеивать, то стало возможным проследить изменение стилей письма почерков от поколения к поколению. Таким образом, методом сличения почерков стало возможным датировать исследуемый текст с точностью до десятилетия. Когда в XIX веке этот метод был приложен к текстам священного писания Нового Завета, то результат оказался довольно ошеломляющим. Самым древним оказался Синайский кодекс. Этот кодекс, то есть сборник священных книг, был найден немецким профессором Тишендорфом в 1859 году в одном из Каирских монастырей. И подарен российскому императору Александру II. После Октябрьского переворота этот древний сборник священного писания правительством большевиков был продан Британскому музею за 100 тысяч пунктов стерлингов, где он находится и по сей день. Синайский кодекс включает в себя практически все известные книги Ветхого и Нового Завета. Текстологический анализ позволил датировать его лишь началом IV века. Люди, далекие от проблем гуманитарной науки, загорелись в сенсациолюбивом азарте. Так вон сколько веков отделяют эти рукописи от времен апостольских. Так может, совсем не апостолы писали их? Может быть, это все придумали? В истории книг Нового Завета есть одна особенность, которая побуждает историков завидовать богословам. Дело в том, что каждый историк желает брать в руки вещи максимально подлинные, древние, аутентичные. А между тем, самые древние списки произведений античной литературы отстоят от времени создания оригинала на многие столетия. В списке Вергилия на 400 лет, Горация на 700, Аналы Тацито на 1000 лет. Не по античным, а по средневековым рукописям приходится ученым проверять современные издания древних авторов. Это обстоятельство следует вспомнить, прежде чем повторять зады атеистической школьной пропаганды, утверждающей, что Евангелия написаны не апостолами, а неизвестными авторами конца II или даже III века. В 1920 году в Египте Бернардом Гренфиллом в походной сумке умершего египетского солдата был обнаружен папирус, содержащий значительную часть Евангелия от Иоанна. Данный папирус был датирован 120-м годом и в настоящее время известен науке как папирус Райленда. В середине XX века новая сенсация облетела практически весь мир. В Кумране, близ Иерусалима, где проводились раскопки, среди множества различных папирусов были опознаны фрагменты Евангелий, которые можно датировать 70-м годом нашей эры, то есть не позднее года разрушения Иерусалима легионерами императора Тита. Находка Гренфила и особенно раскопки в Кумране значительно сократили временной зазор между гипотетическим происхождением оригинала и наличной копией Нового Завета. В настоящий момент этот зазор не превышает 10-15 лет. Таким образом, на основании анализа текста более чем 5,5 тысяч сохранившихся рукописей можно сделать вывод, Евангелия действительно складываются в очень древнюю эпоху. Они доносят до нас апостольское восприятие Христа и голос апостольской общины, голос современников, голос тех, кто свидетельствовал о Христе и готов был умереть за свое свидетельство. Но не только ученики Христа сохранили исторические свидетельства о нем, личность Христа слишком уникальна, чтобы быть незамеченной древними авторами. Иудейский историк Иосиф Флавий, ближайшее современие Христа, в своих книгах «Иудейские древности» и «Иудейская война» писал, что время жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком, ибо он творил поразительные чудеса и был учителем людей. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. Когда Пилат по обвинению нашей старейшин приговорил его к распятию, те, кто с самого начала возлюбили его, остались ему верны. На третий день он явился им живым. Племя христиан, название которых пошло от него, не исчезло и по сей день. Упоминание о Христе мы находим также и в Талмуде, важнейшей книге иудаизма. Талмуд формировался на рубеже 3-го и 4-го века, и, несмотря на свою антихристианскую окраску, доносит до нас историческое свидетельство о Христе, которое восходит к иудейским преданиям 1-го века. В трактате «Санхедрин» упоминается, канун Пасхи повесили Иисуса из Назарета, и не оказалось никого, кто бы его оправдал. Раби Салман Циви также свидетельствовал, что Иисус из Назарета родился в Вифлееме Иудейском, и в царствовании Ирода был умерщлен в Иерусалиме при Понтии Пилате. Римский историк Публий Корнелий Тацит в 64-м году от Рождества Христова писал по поводу пожара в Риме, случившегося при императоре Нероне. Чтобы подавить в народе слухи о собственной причастности к поджогу, Нерон обвинил в том тех, кого называли христианами. Христа, от имени которого происходило это название, казнил при Теверии прокуратор Понтий Пилат. Аналогичное свидетельство мы находим в письме правителя Вифиния Плиния-младшего к императору Трояну. О Христе он упоминает не просто как о историческом лице, но как о том, кого христиане почитают как Бога, потому-то многие из них и исповедовали свою веру во Христа, и готовы были идти на любые пытки и смерть, но не отречься от того, кто ради нас стал человеком и пролил свою кровь на кресте. В свете всех этих исторических свидетельств, логика обывателей, вновь и вновь повторяющих замшелую и давно изжившую себя гипотезу Штрауса о мифологичности христианства, оказывается довольно странной, но вполне понятной. Что же касается того, что написано в Евангелии, то этого не происходило на самом деле никогда. Мы заказали тебе большую антилегиозную поэму. Эту поэму Иван написал, и очень короткий срок, но, к сожалению, совершенно нас ею не удовлетворил. Иисус у тебя получился, ну, совершенно как живой, но хотя и не привлекающий к себе персонаж. Я же хочу доказать тебе, что Иисуса-то этого, как личности, вовсе не существовал на свете. Дайте нарзану. Евангелие – это вызов. Невозможно прочитать Евангелие и остаться прежним. Евангельское повествование настолько реально и ощутимо является собой у Христа, что даже в самый разгар борьбы с религией, те, кто открывали Евангелие, чтобы посмеяться, нередко закрывали его, глубоко задумавшись. Если признать историчность Иисуса, то следующим шагом может стать признание его Мессией, Христом. Наполеон Бонапарт в конце жизни писал «Александр Македонский, Август Кесарь, Карл Великий и Ясам основали громадные империи. А на какой основе состоялись эти создания нашей гениальности? На основе насилия. Лишь один Иисус Христос основал свою империю любовью. И будьте уверены, что все они были настоящими людьми, но никто из них не подобен Ему. Иисус Христос больше, чем человек. На расстоянии тысячи восьмисот лет Иисус Христос предъявляет трудное для выполнения требование. Он просит человеческого сердца. Он, безусловно, требует Его и непременно выполняется Его требование. Чудно! Все, которые веруют в Него, испытывают замечательную любовь к Нему. Время, этот великий разрушитель, не в силах погасить это святое пламя. Вот это довольно убедительно доказывает мне Божество и Иисуса Христа. Все эти исторические свидетельства о Христе вряд ли что-либо добавят верующему и пламенеющему любовью сердцу. Но те, кто пытаются обвинить христиан в антинаучности, приведенные доводы – достаточный аргумент, чтобы понять, что и их обвинения, с научной точки зрения, не обоснованы и некорректны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова